свои традиции и даже спустя 20 лет он продолжает падать на своих распродажах майнивны с вами всем привет и сегодня с реакция на видео с канала растер и это интересно видео называется 100 фактов о steam дать уже узнаем может что-то новенькое погнали у меня зовут растер а это 100 фактов про площадку steam поехали а куда поехали то я не в машине я на кресле 20 лет назад был запущен steam как способ для valve предоставлять обновления своим играм 1 вот я знал и стала counter-strike 16 уже классика тому steam стал продавать игры от сторонних из капец старый дизайн стима необычный конечно прям очень необычный гляньте он такой коряевый 5 стим стал продавать игры от сторонних издателей кстати стоимость выпуска вашей игры в стиме сейчас составляет 100 долларов но эта сумма возвращается если игра продалась на общую сумму свыше 1 тысячи вода также неплохо это круто обычно это 20-30 процентов дохода от всех прямых продаж и транзакций нужно больше золота стиме существует также без этого качество контента с меткой 18 плюс чтобы его увидеть нужно нажать на профиль настройки магазина зоток чему ты учишь молодой человек ставить все галочки в фильтрации контента ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй те самые скрытые игры из нижнего стима самая дорогая игра стоит порядка семидесяти тысяч рублей с онлайном в ноль человек в 23-м году издатель игры мега джам провел эксперимент и изменил цену своей игры с 5 долларов на полмиллиона долларов стим одобрил это изменение а почему бы нет то полмиллиона долларов но как только это получило огласку игру перестали продавать во всех регионах а затем разработчик решила сделать игру полностью бесплатный я даже гениальная игра игра на данный момент стоит 8 рублей или же 10 центов к слову самое выгодное время для покупки игр обычные распродаж и зимняя распродажа с самыми крупными скидками на площадке каждый год распродажи проходят примерно в одно и то же время с небольшой погрешностью поэтому можно всегда заранее знать о предстоящих скидках если ошибаюсь стим пишет о своих распродажах в начале года там где-то есть страничка то и день не будут сайт когда будут распродажи так далее если я не ошибаюсь свои традиции и даже спустя 20 лет он продолжает падать на своих распродажах первые дни проводят в среднем около двух часов в день на платформе а средняя продолжительность сеанса в vr составляет всего 32 минуты в этом году провал на ю тубе вышел документальный фильм вот такие темы там поднимают а посмотреть его с русской озвучкой можно с помощью функции перевести видео в я автор покушает ну как добраем а вот этот автор тоже покушает я антимайне я очень зол я украл вашего глупого блогерка потому что потому что я появился магазин и я должен получить у него скидку и это было бы правдой но май не шоп уже скидки поэтому ребята донаты steam пополнения всякие геншины приходите смотрите ссылка в описании а мы продолжаем смотреть видос в стиме существует чарт топ 100 самых продаваемых игр на текущий момент ссылку на него также как и на все остальные материалы из этого ролика я оставлю в описании steam workshop позволяет пользователям создавать контент для игр в стиме но не все знают что на этом можно заработать не workshop это одна из лучших функций стиме потому что поддержка мода всяких и прочих штук это классно точку работать если ваши предметы официально добавят в игру один из салона больших только 100 предметов сам добавлены в игру из-за него там денежку можно заплатить ну типа counter strike а дотки до утков у создателей скинов для кс го по средним оценкам всего лишь за один принятый скин в игру создатель получает от 200 до 400 тысяч долларов за пару лет неплохо вот это прям реально классные деньги конечно невероятные популярных игр для которых создают скины это кс го раз дота 2 team fortress 2 антернет и другие сам как-то раз я пробовал начинать именно с антернет так как там простые модельки у предметов steam не дает вам права собственности на цифровой копии приобретенной игры то есть по факту у валв продает вам лишь лицензию на использование они саму игру гейбу ньюлу создателю steam сейчас 60 лет да но в этом есть одна как бы подводная штучка если не ошибаюсь то ли франции то ли где-то там больше возможности самом стиме и по какой-то стране там даже был суд по поводу этого то что там реально если ты являешься владельцем этой игры и многие вещи то что расписывается в правилах пользования на самом деле мало чем имеет какой-либо юридической силы вы есть часть его гейб как и многие великие люди бросил колледж он обучался в гарварде но решил закончить обучение на середине пути ради работы в microsoft позднее new признался что всего за три месяца работы в microsoft он узнал больше чем за все время проведенное в гарварде а в 2017 гейб ньюлл вошел в сотню самых богатых людей сша hello i'm game new all steam есть опция вывода fps в любой игре для этого переходим сюда и выбираем в каком углу будет отображаться fps на сервисе steam ladder можно найти таблицы с лучшими профилями стима а также посмотреть свою личную статистику профиля например мой аккаунт занимает 514 место по уровню в россии у валв есть официальный магазин с сувенирной продукцией их любимых игр с помощью сайта steam деби можно отслеживать самые крупные скидки на игры в настоящее время еще на стиле есть возможность просматривать тем дебе это классная классный сайт пользовался все время что можно первую вид что на некоторые игры никогда нет скидок например на факторию с не ошибаюсь никогда не было скидки фактория всегда продается без скидок понимать стоит ли ожидать большей скидки сразу скажу у меня денег нет стиме существует отдельное направление людей которые зарабатывают на скинах к примеру есть такие направления как инвестиции трейдинг перепродажа только на инвестициях в кейсы ксго за последние два-три года можно было заработать 100 200 иксов прибыли именно на этом лично мне тоже удалось заработать об инвестициях в кейсы у меня было много постов в паблике века и телеграм канале ладно за работу это классика это классика и полезных расширения для стима в вашем браузере steam inventory helper ксго трейдер ксго флот маркетчекер например с помощью расширения можно автоматизировать продажу большого количества одинаковых предметов или при пролистывании скинов ксго на торговой площадке это удобно и стикеры на предметы и их цену а на сайте steam folio можно в удобном формате создать портфель с инвестициями в стиме вот это я понимаю вестиции в стиме звучит опасно конечно только не надо забывать что что потом с ними инвестициями особо делать так как вывести их не так просто и это как бы не совсем легально скажем так да поэтому вы можете принять участие в подумайте об этом не стима чтобы раньше других получать и тестить обновление площадки настройки хранилища стима позволяют перемещать уже комиссии часть и так далее между дисками на одном пк без переустановки еще стиму можно разрешить загрузку игр и обновлений во время других запущенных игр для этого в настройках выбираем следующий ползунок у стима есть целых три приложения я думал это знают люди типом настройки посвящения для телефона основной клиент стим чат как мессенджер стима и стимлинк для вывода изображения 7 классная штука в стиле для прикольной на других устройствах вот так через стимлинк можно без проводов транслировать экран и даже управлять стимом и играми как с обычного джойстика дота 2 стала первой игрой в стиме которая одновременно той приставку можно поставить персики сяомишки android приставки все стимлинк поддерживает или даже те кто телевизор на андроиде тоже можно стим поставить но это прикольно самом деле если хороший вайфай или подсоединение подсоединено по проводу по факту можно играть на геймпаде в свой комп где-то другой комнате на телевизоре например какие-то игрушки проходить стимлинк очень удобно типа я многие об этом не знают но это реально очень удобно главное иметь хороший вайфай или проводной доступ тогда устроиться в другом охватила 1 миллион пользователей в 2015 году оху этот звук находясь в любой игре стима можно поверх геймплея наложить какие-нибудь важные заметки через оверлей и закрепление окна зажав control можно поставить сразу несколько игр в очередь на установку точно также это работает с удалением стиме можно сделать себе невидимый ник с помощью специальных символов уже вроде бы нельзя уже вроде бы убрали эту тему было такое но все же нет можно создавать свои уже со сделками для удобной навигации для слабых компьютеров в настройках можно включить упрощенный режим библиотеки еще у стима существует компактный режим отображения ну ладно самой успешной игрой за все время является папк с пиковым онлайном в 3 и 2 миллиона пользователей стиме можно спрятать игры и игровую активность своего профиля от посторонних глаз скидку на любую игру нужно добавить ее в желаемое теперь вам придет уведомление на почту если поеда это удобно сам клиенте мукашу почта не очень удобно зубы логими аккаунтами steam в удобном формате без ввода паролей название steam но без ввода пароль из нажал сохранить пароль ну типа сохранить доступ чтобы было на компании так как это подчеркивает идею распространение игр через интернет с помощью цифровой доставки которая аналогична выпуску пара когда вода испаряется ими есть специальные игры для фарма баланса где в бесплатной игре вам выпадают вещи которые можно продать на торговой площадке найти такие игры можно по этому запросу также в стиме существуют дешевые игры специально для фарма большого количества красивых достижений которые после можно разместить в витрине профиля официальный профиль гейба ньюэла доступен по ссылке гейб логан юэл он скрытся 2008 года но через веб архив можно вернуться по 2008 и посмотреть на открытый профиль гейба когда в электронном письме у гейба спросили сам гейба что-то играет вот прям как эти вот не знаю к игр на его аккаунте в стиме он ответил что у него есть все игры площадки позднее сын но успешный богатый человек сотрудники валв и их семьи могут получать бесплатно любые игры которые есть в стим я поиграл киберпанк впервые деньги ну классно классно всегда можете вернуть деньги за купленную игру если тоже круто это прям классная функция менее двух часов на сайте steam charts по факту такая знаете легальная возможность поиграть в демо-версию игры то есть ты не пиратишь игру образа например думаешь купить или не купить скачиваешь игру пробуешь покупаешь ее пробуешь не играть понял что она тебе не заходит возвращаешь деньги очень удобно вот это прям кру очень крутая функция стима много игр это возвращал который ну реально прямо оказались не очень за все время а также игры которые активно набирают свою популярность у валв есть своя официальная группа в стиме куда можно попасть только по приглашению там состоят различные сотрудники компании и только на настоящей странице у сотрудника валв вас будет встречать вот такое сообщение поверх профиля стим самый редкий значок в стиме существует только в одном экземпляре это именной значок летней распродажи который создали валв специально для пользователя стак в знак благодарности за огромный уровень профиля у него же в инвентаре хранятся прикольно два с половиной миллиона предмет два с половиной ляма предметов а сколько на одном аккаунте чего рейтинговая игра на платформе это портал 2 со средним рейтингом в девяносто девять процентов положительных отзывов но портал так ваш момент в стиме запрещены игры которые используют криптовалюту или нафти если вы не знаете во что поиграть вставив ссылку своего профиля стим на этом сайте он выдаст вам случайную игру из вашей библиотеки в стиме всего лишь в два клика можете прикольно какие у вас с другом есть общие игры 38 процентов пользователей стима говорят на английском на втором месте китайские с двадцатью процентами и на третьем вращены китайцы с одиннадцатью процентами пользователей надо понимать это китае в основу говорят на упрощенном китайском китае у стима есть своя собственная китайская версия где для публикации игр необходимо одобрение правительством так как рынок видеоигр в китае жестко модерируется дал все очень жестко модерируется для проверки работы слям ну это я прям все очень жестко модерируется интернет игры там вся все цензируется очень сильно три сайта steam stats steam supply и steam статус это игра с наихудшими отзывами в стиме где всего двенадцать процентов положительных отзывов игра стима получившая больше всего наград за всю историю это ведьмак 3 дикая охота ведьмар это уже и подборки игр стима но такая специфическая работа просто пример лучшие игры по отзывам за каждый год лучшие новинки недели по отзыву это же заказ со сайт best а ну-ка не хочу работать и в манифер и стим 250 можно уже тут прикосы то не знала бы посмотреть игр стима например лучшие игры по отзывам за каждый год лучшие новинки недели по отзывам и подборка и за прикольно высоким рейтингом о которых мало кто знает самая продаваемая игра в стиме это gta 5 он не удивлен но он для каждой игры в стиме можно задать особые параметры запуска игр с помощью команд для этого есть официальная статья со списком доступных команд и их обозначением например полезная команда которой я постоянно пользуюсь но увид она автоматически пропускает вступительный ролик валв при запуске игры рассчитать стоимость вашего аккаунта стим поможет калькулятор от стим деби например мой профиль стоит от 12 до 43 тысяч рублей гейб не скрывает адрес своей электронной почты а вот что я знаю что ему типа можно писать даже отвечать на на приходящие письма от фанатов так российская группа дача китарс выпустила на ю тубе музыкальный клип где снялся гейб ньюэлл которого просто пригласили через отправленное письмо ему на почту про гейба вообще смешно было просто на тюрьме только в целом очень легко соглашается на всякие такие смешные штуки и здесь вот ну круто пошел по стопам отца и основал собственную компанию по разработке игр найти правда от компании несколько лет не было новостей а сам грей сейчас активно увлекается гонками по моим скорее но она драйва фото хард рейсинг за 22 год было продано 1 и 6 миллионов робот себя в разном это нормально исти на дворце есть победил в номинации лучшее железо на премии а разработчик уже рассматривает запуск новой версии консоли в данный момент у стима нет плана по созданию своей подписки по типу иксбокс геймпасс карточки фоны и смайлики всегда можно обменять на самоцветы а из самоцветов создать набор карточек из любой игры в вашей библиотеке или запаковать самоцветы в мешок и продать на торговой площадке за переплавленные предметы с распродаж стима дают больше всего самоцветов а создав набор карточек за самоцветы из какой-нибудь новой и дорогой игры можно вернуть себе в качестве бонуса лишние 50-100 рублей кэшбэка за весь этот первый год средний доход стима с одного пользователя составил 23 доллара 66 центов на своем раннем этапе хороший чек рассматривали такие варианты названия стима как грит и газель на этой странице ну грит неплохо звучит но стики стим уже как-то привычное просто уже знаете это просто привычное можно узнать это то самое сказали бы если был бы уже грит такие грит 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 да типа там добавь меня в грит ну звучит даже нормально кстати но не вызывает какой-то знаете кошмара то могли бы назвать стиму такие но стим ну типа насколько крутой у вас грит уже привычный другими пользователями сделав привычки чтобы ускорить загрузку игр в стиме можно сменить регион за года это кстати очень полезная функция территориально находится ближе не сюда это выгодно брать куда-то детально ближе к вам надо выгоднее брать даже чуть дальше может быть цену связь более стабильная удобная функция в стиме где нажав одну козель странно вы выйдете за и салат из родов и устройств на которых были залогинены со своего аккаунта чтобы не потерять друга который часто меняет никнеймы мы можем добавить ему свой никнейм а также добавить в избранное или специальную категорию друзей по статистике про категории кстати нет знал я вот избранный знал но я редко пользуюсь типа друзьями мне так много друзей стиме а в стим среднем я почистил ими нормально что устроили и приносит около 16 тысяч долларов чистого дохода разработчикам всего в стиме около 44 тысяч разработчиков где большинство выпустила всего одну игру примерно 400 разработчиков сделала больше десяти игр и всего четыре разработчика которые выпустили больше сотни игр самые четыре разработчики 7 процентов не заработали даже одной тысячи долларов ну это правда геймдево инди геймдевом многие в него идут думать что будет много денег типа там смотря на примеры star duol и undertale и так далее так далее множество из хороших примеров даже не самых удачных которые реально принесли все равно какие-то деньги но большинство игр вот так и да меньше тысячи долларов то есть тратишь времени тьму если какой-то проект даже может быть даже довольно интересным а в итоге что такое 1000 долларов для разработчика это ничего это капля в никуда даже 10 тысяч долларов заработать за игру это мало ну потому что тратится времени реально больше чем если ты пошел бы просто программистом какую-то студию или программистом просто пошел бы куда-то там сайте клепать даже фрилансером по другую сторону стоят три процента разрабов которые заработали на своих играх более 1 миллиона долларов до 2019 года в стиме можно было покупать и смотреть популярные фильмы и сериалы но я все это знал они то убрали сразу существует легендарный мем в автайне что время у компании течет по своим законам так как они часто срывают сроки релиза и переносят выпуск игр и различных обновлений это классика тысячи лайков на этом видео и я сразу хороший это довольно интересный ребята ссылка на оригинал в описании приходите подписывайтесь также подписывайтесь на мой канал мне было очень приятно всем удачки всем пока